Первая часть совещания прошла в непринужденной обстановке. Все члены делегации с экскурсоводом прогулялись по набережной и поднялись на самую верхнюю отметку горнолыжного курорта 2300 метров над уровнем моря. В горах участники так называемого выездного совещания совместили приятный с полезным. Они не только познакомились со всеми туристическими объектами, но и сделали фотографии на память. Только в один из курортов Красной Поляны Роза Хутор инвесторы вложили почти 2 миллиарда долларов. Для сравнения, на стадии проекта, когда еще не планировали проводить здесь Олимпийские игры, стоимость строительства оценивалась всего в 200 миллионов, а срок окупаемости составлял 20 лет. Здесь фактически европейский курорт, здесь все работает, здесь все отлажено, здесь люди получают удовольствие. И на каждом новом курорте, построенном в Красной Поляне, его не стыдно рекламировать, не стыдно приглашать. Наша задача именно притянуть людей. Отели, парковки, магазины, кафе и рестораны, расположенные на первом уровне курорта, будут работать по-прежнему. А вот объекты в горах, всего их около 50, сейчас пустуют. Решено, что два из них оставят как гостиницы и какие-то сделают общежитиями для персонала. Что будет с остальными, ответ пока только на уровне идей. И все остальное, сейчас вопрос решается, то ли это будут бюджетные отели, чтобы привлекать молодежь сюда, три звезды, и в том числе апартаменты на продажу. Что нужно сделать для того, чтобы курорт жил и развивался. Об этом серьезно говорили на второй, более официальной части совещания. Депутаты выступили с докладами и приняли участие в дискуссии. Горнолыжным курортам нужна мощная реклама, считают многие участники встречи. Те люди, которые приехали из регионов, которые видели Паралимпиаду, видели Олимпийские игры, они уже рассказали. И мы уже видим эти отклики, мы видим обратный свет. Но я считаю, что еще сейчас предстоит и администрации края, и законодательному собранию приложить все усилия, чтобы вложить значительные средства в рекламу. Без рекламы, я вам скажу, даже великолепно раскрученные мировые курорты, они продолжают себя рекламировать. Не менее важная задача, максимально возможная, снизить цену на проживание и перелет, чтобы создать комплексный туристический продукт. Его разработкой уже занимаются. К примеру, тур выходного дня будет стоить не более 10 тысяч рублей, а недельный не более 30. В ближайшее время депутаты встретятся с туроператорами и авиаперевозчиками, чтобы обсудить возможность создания такой программы. Плюс к этому необходимо продумать дополнительные развлечения. Понятно, что надо заполнять межсезонье и лето. Для этого тоже никаких велосипедов изобретать, наверное, не нужно. Здесь должен, наверное, развиваться и велотуризм, и пеший туризм, и вся совокупность видов отдыха, видов туризма, которые существуют в мире. Помимо Красной Поляны в программу развития курорта входят и другие горнолыжные объекты Краснодарского края. После знакомства еще и с ними депутаты подготовят постановление. Рассмотрят его члены Законодательного собрания Краснодарского края уже на майской сессии. Тогда и будет решено, когда проект вступит в силу.